И мы сегодня продолжаем, а точнее заканчиваем пятый пэрак трактата «Ктуббот», говорит последняя мишна. Девятая мишна пятого пэрака гласит так. Мы говорили о тех вещах, которые муж обязан обеспечить своей жене, а именно в количественных параметрах, то есть сколько конкретно еды, сколько денег. Так продолжаем. Мы сказали, что помимо того, что муж обязан кормить жену, одевать жену, предоставлять ей близость и прочее, он также обязан давать ей карманные деньги. Так говорит наша мишна. Но Тен-Ла, муж обязан давать своей жене ма-кесеф, ма-серебра, это где-то шестая часть динара, ле-царка, на различные ее маленькие расходы. Он обязательно должен давать деньги на мелкие расходы, чтобы у жены было. Далее, что он все и остальное обеспечивает, он ее одевает, и он ее кормит, все равно у него должны быть личные деньги на какие-то расходы. Более того, несмотря на то, что он дает ей все для пропитания, все равно он обязан проводить с ней время, то есть трапезничать с ней в субботу. Каждый вечер субботы. Багимиран написал так, что Раббан Шаббан-Каблеев сказал, что она ест вместе с ним в шаббатные вечера. По шаббатам нужно быть женой. А что, если он не дает ей карманных денег? Теперь, как такое может быть? На самом деле, такое может быть только при условии, что она сама с этим согласилась, она как бы промолчала и не потребовала от него карманных денег. Потому что, если бы не это, он не имеет права просто лишить ее этих карманных денег. По сути, он добавляет. Так вот, но если все-таки так произошло, она, как мы говорили раньше, сказала ему, они нужны твои карманные деньги, тогда она имеет право на свои деяния своих рук. Что имеется в виду? Имеется в виду, что разница между тем, что она производит своими руками и тем, сколько он тратит на ее пропитание, разница в ее пользу. То есть она больше делает, не знаю, на большую сумму делает каких-то, вяжет что-то или делает. Да, так вот вся эта разница принадлежит ей. Он уже не имеет на это права, потому что он не дает ей карманных денег. Мудрецу установили, что именно за счет той суммы, которую он дает ей на карманные расходы, вся разница от ее, от того, что она производит своими руками, да, что превосходит сумму, затраченную им на ее содержание пропитания, будет идти ему в карман. Но если он не дает ей этого минимума, да, то и не имеет права на все излишки ее труда. Умагио сало, а сколько конкретно она должна делать для него, чтобы мы могли высчитать этот, как его, излишек. Мешкаль хешла им штей биуда, да, тут мешкала приводит, что это приблизительно вес пяти села шети в ягуде. Шети – это способ вязания, выделки шерсти, то есть делания нитей, да, шети в аревии – это горизонтальные, вертикальные пряди, и шети – они такие тонкие. И вот в ягуде они как бы рассчитываются из пяти слоим, а, например, в Галилее – десять слоим, потому что веса ягуды в два раза выше, чем веса в Галилее. А если… Омешкаль эсер слоим эрефа, а если она делает эреф, то есть, да, другие толстые нити, если они идут поперек друг друга, если она делает толстые нити, то это будет десять села в ягуде и двадцать села, соответственно, в Галилее. Такие определения, то есть, сколько она должна, да, делать для мужа. Получается, если она сделала больше этого минимума, она может взять себе эти деньги при условии, что он не дает ей карманных расходов. Если же он ей дает, то тогда она все уже достается мужу. Но важная заметка, вы им айта америка, но если она была кормящей, у нее был ребенок маленький, у нее меньше времени, тогда она не обязана делать то, что вот это свой минимум, то есть, ничего не должна делать. И более того, мало того, что она не должна работать, так ей надо еще и дать больше, ей надо больше, ее больше кормить. Относительно того, да, того, что мы написали в прошлой мишне. То есть, даже больше давать, чем все, что мы перечислили в момент, когда она кормящая. О чем таком мы говорим? Все размеры, что мы привели, он должен давать ей столько, одну шестую динару, он должен давать ей столько-то пшеницы, столько-то количества ячменя. Это мы все приводили минимум-минимумов. То есть, это минимум. Если он, они бы, что бы Исраэль, он беднейший в Израиле. Это то, что мы по минимуму говорили. А вальба, мехубад. Но если мы говорим про нормального человека, мехубад, почитаемого, богача там тем более, какого-то. Тогда, конечно, нельзя руководствоваться этими минимумами. Человек должен все делать по карману. По своему уровню. То есть, жена. Потому что жена на уровне с мужем. Если муж царь, то жена, значит, его царица. И, соответственно, он должен предоставлять ей соответствующее внимание, должно выражаться и в денежной эвакуаленте тоже. Итак, на этом закончился пятый пэрик. Мы начнем. Давайте начнем шестой пэрик. Первую мечту. Вспомним немножко следующее. Аховельбехаверот. Человек, который нанес повреждения. Ударил своего товарища. Не дай бог. По Толе мы знаем, что человек должен заплатить за этот удар пять видов штрафов. Компенсации денежных. Незек. Ущерб. То есть, непосредственно можно замерить, какой ущерб он ему нанес. Царь. Страдание, которое тот пережил. Боль. Мало может быть. Может быть, ущерб был не сильный. Он дал ему пощечину. Но страдание ему было так стыдно. И сейчас увидим. Рифуй. Он должен возместить ему все лечение. Сколько ему надо лечиться. И в то же время, все это время, что он не может выходить на работу. Он должен ему возместить все это время. И Шевета Бошет. И стыд. Позор. Насколько он унизил. Кто это был. Кто это видел. Прикому он его ударил. Насколько важно это был человек, которого он ударил. То есть, пять видов этих вещей он должен возместить. Человек, которого он ударил. Вим. Хавал адам беэшет иш. Май исхотошал баалаби ташлумим галалу. А вот интересно. А если человек ударил женщину. А эта женщина была чьей-то женой. Сколько должен получить ее муж в возмещение за такой содеянный поступок. Алькакдана мишнатына. Об этом будет наша мишна. После того, как она начнет со следующей аллахи. Следующего закона. Шиквар ништалей лээль. Который мы уже учили выше. В четвертой главе. Четвертая мишня. Аль схуёта баал бе митси. Атау баасе адэха шалишто. Мы говорили, что, помимо всего прочего, муж мгновенно становится хозяином любой находки, которую нашла жена. Потому что жена не находится, сразу принадлежит мужу. И то же самое, что касается ее имущества Нехсей Милук, которое она привнесла в брак. И это понятно. И поэтому совершенно очевидно и понятно, что, когда ей этот человек возмещает пять видов ущерба за то, что ее ударил, репуй лечение и шевет. Шевет это слово сидеть. То, что она просиживает. То, что человек сломал человеку руку, он не может выходить на работу, пока ее не починит. Или там у него синяк, и она не может ходить на работу с таким синяком. Как упущена выгода. Да, упущена выгода. Совершенно верно. Ты тоже возмещаешь ему все время, что он на лечении или не может выйти на работу, пока у него не заживет. Все это идет... Так вот, на первые две, на лечение и на ее просиживание, то есть без дела, обязан. Конечно, это все идет сразу мужу. А что касается цаар, страданий, которые она пережила после удара, это, конечно, идет самой женщине. Потому что, ладно, окей, если там ее время безработицы в итоге отражается на муже, что он с этого, да, обычно она что-то делала, он получал. Но здесь цаар, то, что она пережила боль, это она пережила, потому что ни при чем, поэтому она должна получить эти возмещения, это идет ей. Поэтому наша мечна будет заниматься не очевидными вещами, а сомнительными. Что насчет бошит, что насчет позора и что насчет незек, ущерба. Потому что здесь интересно, да, то, что опозорили жену, непонятно. Но, конечно, жена сама опозорилась, но это и мужу тоже позор. И незек, ущерб, НАТО нанес ей определенный ущерб, Веддин заценил, да, какой ущерб. Теперь муж может сказать, что это и мне тоже такой ущерб. Кому идут выплаты по этим двум позициям из пяти? С другими пятью очевидно, что за цаар получает жена, за две остальные должен получить муж. Лечение и проситку без работы. И что касается получения, кто получает выплату по этим двум позициям, то есть бошит позору начиненному ей и ущербу, это спорта наим, как мы увидим в нашей мишне. Итак, как мы сказали, все находки женщины, все труды ее рук, все это принадлежит мужу. Вирушата, если она получает наследство, уже после того, как они поженились, да, кто-то передает ей, как конкретно ей наследство. Мы также сказали, что это наследство перепадает ей, она становится, не муж получает ее. Муж имеет право этим пользоваться, мы объясняли, да, но это становится, это принадлежит жене. Теперь ву, то есть муж, он, может есть плоды при жизни, что значит, что от всего имущества этого, которое принадлежит жене, там она получила наследство завода, или она получила автомобиль, как мы сказали, да, ятир алафа ваальш, ухэль перот бехаеха, он может пользоваться, то есть пользоваться этим, получать выгоду, то есть все, что операционная прибыль, которую делает завод, муж будет ей распоряжаться, это принадлежит мужу, тогда как сам завод будет принадлежать жене, да, может таксовать на этой машине, зарабатывать, но сама машина принадлежит жене, а вааль, но башта у вгама ее позор и ущерб, то есть дамей бошетве дамей бгам, деньги, которые ей выплатят за ненесенный ей ущерб именно ее репутации, то есть позор. И также выплата за ее ущерб, который должен выплатить ей человек, который нанес ей какое-то повреждение, удар. Это принадлежит женщине. Муж не имеет к этому отношения. Что такое бгамаш, что такое ущерб? Это непосредственно рана, которую она получила в результате этого побоя. И суд оценивает это повреждение, сколько оно в деньгах. Если бы она была, например, рабыней, да, раньше был рынок рабов, и каждая вещь оценивалась, вот если бы она стоила там, не знаю, 100 динаров, а теперь с таким ударом она была там, не знаю, некрасивая, или это уронило бы ее стоимость на 90 динаров. Да, вот 10 динаров нужно, значит, ей выплатить. Кама гайташава ве каме гишава. И позор тоже таким же образом оценивался, на что ее статус замеряли, мы это тоже учили, зависит от того, кто ее ударил, какого статуса она, какого статуса он. Да, и так замерялся. И эти, и то, и другое, говорит Танакама, деньги за позор и за саму рану идут женщине непосредственно. Но раби Игуда бен Бетейра говорит, без манше басетер. Если удар был нанесен куда-то в живот, то есть в какое-то место, которое не видно, то есть, да, этого никто не будет видеть там рану. Тогда муж тоже должен получить, потому что кроме мужа никто эту рану видеть не будет. И тогда разделить нужно будет следующим образом. То есть, да, две трети положено жене, женщине, и одну треть забирает себе муж. Все равно, конечно, он согласен, что большая часть страданий и всего получила женщина, она получает. Но получается частично, если это было сделано скрыто, от этого страдает и муж тоже. Без манше бэгалуй, но если он нанес ей повреждение открытое, то есть на открытую часть тела, которая в лицо, например, да, у байшами бэгалуй, да, мы теперь она стыдится перед любым человеком, у нее на лице что-то, да, чего она стесняется. Без манше бэгалуй, ло. Тогда мужу идут две трети, а от позора и от ущерба вела их ад, а ей только одна треть. Это мнение раби и уты, да. То есть по Патанакаме все получает она, точка. Не делим, куда он ей там ударил. Раби и уты разделяет. Он говорит, все зависит от того, где, если это было прилюдно, если это было в скрытом месте, которое никто не увидит, или это было в месте, которое все увидят. И если это видно, то есть он нанес ей рану на лице, где все это будут видеть, тогда две трети получает муж. И только одну треть получает она. Почему? Потому что в этом случае Потому что страдание мужа и позор, которого он испытывает больше, чем у женщины. Он смотрит на его жена, он на ее лицо любовался, а теперь вот такое вот дело. И по выплату, то есть на что может претендовать муж, если мы сказали, например, если это в открытом месте было, то есть свою две трети получает муж немедленно и использует по своему усмотрению. Что же касается ее выплаты, то, что она получает. Она приобретает на это какую-то землю, а муж может использовать эту землю и получать от нее выгоду. Земля будет принадлежать ей, но все, что на ней вырастет, как мы сказали, операцию, то есть прибыль, которую по использованию, может на это претендовать муж. Муж с этим занимается. По принципу того, как же мы поступаем со всем имуществом, которое может перепасть ей по наследству, в то время, как она уже за ним замужем. А по мнению Танакамы, как он понимает закон, пусть возьмет на эти деньги себе землю, а он будет есть ее плоды. Этот принцип, по его мнению, относится к любой выплате, которую она получает за свой позор или за свой ущерб. И Аллахаки Раби Игуда, Аллаха идет по Раби Игуде, потому что Танакама говорит, все, не различаем, всегда все получает женщина, а муж просто может, как обычно, по определению, да, жена что-то получила, он может этим пользоваться, но принадлежит это ей. Но Раби Игуда различает. Он говорит, слушай, говорит, зависит от того, надо будет все эти, эти две выплаты надо будет делить. Да, остальные три мы сказали, да, отца ар получает женщина, тут без сомнений два остальных получает мужчина из-за ее лечения, из-за ее просиживания дома. Но вот эти вот две, они делят в зависимости от того, куда была нанесена рана, на открытое место или на то, которое никто, кроме мужа, видеть не будет. Окей. Видите-ка, хорошо. Мы сегодня закончили пятый перег и начали первую мишну, сделали уже шестого перега, скажем, только Лейлу Нишмат. Спасибо. Значит, сегодняшний мишна йод. Были Лейлу Нишмат, Ребека Батакива, Анолдами, Наоми, Авраам Бен Йосеф, Анолан Мин Тамара, Рафаэль Бен Йосеф, Ави Мори, Рафаэль Бен Йосеф, Анолан Мин Тамара, Акива Бина, Ронолан Мин Ребека, Наоми Батьяков, Анолдами, Мирьям, Яков Бен Акива, Анолан Мин Наоми, Ципор, Абат Михаэль Анолдам Мин Тамара, Хайм Бен Ицхак, Анолан Мин Тамара, А также Лейлу Нишмат, София Бат Ицхаки, Фим Бен Лев, Визе Бен Марк, Михаэль Бен Изе, Цилев от Гриша, Ицхак Бен Зейд, Мордахай Бен Исраэль. Татьяна Бен Рая. Спасибо. И Шаркоах, работаю тогда до завтра. Всем хорошего окончания дня. Прощаюсь с вами.